Вот оно, сегодняшнее лицо Рыбинска, его привокзальная площадь. В таком состоянии она находится уже полгода. Ежедневно здесь проходят тысячи людей, они видят эту картину. И можно сказать, у каждого эта ситуация на контроле. Работы не ведутся ни с места. А потом зима, а потом не заасфальтировать будет. А уже так надоело вот это все. Автобусы ходят по другим маршрутам. Раньше если к вокзалу едешь, на любой садишься, приезжаешь, теперь уже гадаешь. Я сегодня специально зашел, живу как бы недалеко отсюда, прохожу, хоть поглядеть, что тут творится. Ну, творится безобразие, никаких этих движений. Масштабные работы здесь начались еще полгода назад. Конкурс по ремонту при вокзальной площади в Рыбинске выиграл московский подрядчик – компания «Стройбюро». За 112 миллионов рублей, 88 из которых – это средства областного дорожного фонда, строители обещали полностью заменить подземные коммуникации, заасфальтировать площадь, сделать новые тротуары, газоны, а также стоянку для междугородних автобусов и парковку почти на 200 машин. Однако это у прежнего застройщика так и осталось в планах. Из-за огромного отставания по срокам контракт со строителями был расторгнут. Он не сможет согласовать, потому что здесь элементарных вещей нет. Ну, значит, будем делать изменения. Это хорошо, что сейчас еще обостряются эти моменты, пока они начали работать. Год назад. Паш, приходил год назад. Говорю, ребята, обратите внимание, придет время. Вот оно пришло. Но вот, к сожалению, федеральное заказательство позволяет выходить вот таким подрядчиком. Работа на объекте замерла на месяц. Именно столько времени понадобилось городским властям Рыбинска, чтобы определиться с новым подрядчиком. Он, к слову, оказался местным и многим знаком. Необходимо, чтобы все подземные коммуникации, которые были ранее проложены другим подрядчикам, были приняты нашими эксплуатирующими организациями. Они все городские. Я думаю, они сегодня все услышали этот вопрос, понимают необходимость строительства этого объекта. Уже завтра на площади начнутся масштабные работы. Здесь снова появится строительная техника. Будет работать сразу несколько бригад. Если строители уложатся в срок, то сдача объекта будет проходить одновременно с презентацией отремонтированного ЖД вокзала. Пока очень робко, но фигурирует месяц октябрь. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев, День в событиях.